Мемориальный комплекс с памятником БК-31 откроют 17 июля 2022 года, в день 80-летия начала Сталинградской битвы. Такое решение приняли сегодня на заседании Оргкомитета по подготовке к юбилею Сталинградской победы. Его провел губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. По предложению ветеранского сообщества, поэтапная подготовка к 80-летию Сталинградской победы началась заблаговременно. Сформирован региональный Оргкомитет. В межведомственной работе участвуют представители органов власти всех уровней, областного совета ветеранов, общественных и профессиональных организаций, предприятий региона, молодежь, волонтеры. Утвержденный комплексный план подкреплен финансированием. Юбилей Сталинградской победы имеет всемирное историческое значение. Сбережение памяти о защите Отечества играет огромную роль для настоящего и будущего России. Наша задача, задача потомков поколения победителей, сделать еще один важный, значимый шаг в сохранении памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной и Второй мировой войне. Андрей Бочаров подчеркнул, что подготовка к 80-летию Сталинградской победы проходит в непростое время, когда российские военнослужащие, проявляя мужество и героизм, выполняют задачи по защите жителей Донбасса. Деноцификация и демилитаризация Украины. В регионе будут увековечены имена современных героев Отечества. Напомним, Андрей Бочаров в первые дни начала спецоперации выразил поддержку решению президента. Сейчас большая группа специалистов органов власти Волгоградской области находится в Донбассе с целью выполнения задачи восстановления в кратчайшие сроки мирной жизни. Продолжается работа по поддержке наших военнослужащих и жителей Луганской Донецкой Народных Республик. Все мы, подавляющее большинство жителей Волгоградской области, поддерживаем президента и его решения. Поддерживаем наших военнослужащих, выполняющих очень сложную, но очень важную для всех нас задачу и важную задачу для России. Давайте еще раз скажем им спасибо, мы в них верим. Часть мероприятий, посвященных 80-летию Сталинградской победы, уже успешно реализованы. Мы получили широкое внутриобластное, межрегиональное, российское и международное внимание и поддержку. В их числе состоявшийся в мае 2021 года в Волгограде первый всероссийский ветеранский форум. Освящение патриархом московским и всея Руси Кириллом, воссозданного храма Александра Невского, международный форум «Диалог на Волге», «Уроки Победы», международный поисковый проект в мае 2021 года с участием ветеранов Второй мировой войны из России, Франции, США и многие другие, включая реализацию нацпроектов и программ приоритетного развития региона. В ходе подготовки, отметил губернатор, ветераны поставили ряд новых задач, включая проведение памятных мероприятий, посвященных началу Великой Отечественной войны и Сталинградской битвы, массированной бомбардировке города 23 августа 1942 года, «Открытие мемориального комплекса героям-речникам Волжской флотилии». Предлагаем открытие памятника БК-31 осуществить в день 80-летия начала Сталинградской битвы 17 июля 2022 года. Мы договорились, что дату открытия утвердит ветеранское сообщество. Здесь я рассчитываю на вашу поддержку. Мы готовы, уважаемые товарищи, к открытию данного мемориального комплекса. Губернатор поддержал предложение фронтовиков об увековечении памятных мест, где проходили масштабные ожесточенные сражения Сталинградской битвы, а также о создании единой системы наград региона. Эту инициативу совместно проработают ветераны, депутаты областной думы, представители общественной палаты, профсоюзов, органов исполнительной власти, чтобы утвердить до конца года. В ходе подготовки к юбилею предложили уделить внимание заслугам тружеников тыла, говорили на заседании о статусе жителей города-победителя. Ветеранское сообщество очень положительно отреагировало на то, что вы, Андрей Иванович, поддержали нашу инициативу об установлении статуса житель осажденного Сталинграда. Эта тема много лет была в стадии обсуждения, и в канун 80-летия победы Сталинградской битвы она получила свою реализацию. 26 мая текущего года Волгоградская областная дума приняла этот закон, и 2 июня вы его подписали. Мероприятия в честь 80-летия Сталинградской победы не завершатся 2 февраля 2023 года. Они продлятся весь юбилейный год и станут прологом 80-летия Великой Победы, которое будет отмечаться 9 мая 2025 года. Результатом реализации комплексного плана станет не только вклад в сохранение исторической правды, и сбережение исторической памяти народа, но и повышение качества жизни Волгоградской области через обновление и создание новых инфраструктурных, социальных и других объектов, благоустройство территории. Глава региона поставил дополнительные задачи и особое внимание уделил формированию 10-летней программы развития областного центра. Ирина Абрамова, Андрей Терсанов, Время новостей.